Жевательная резинка Она уже с микробами А кариес вызывает микробы Вот кариес вызывает Во всем мире стало известно Что мутирующий стрептокок такой есть Один микроб Я на севере доказал, что здесь 6 видов микробов Кроме него вызывает Здесь еще хуже Но надо дальше проводить исследования От этого зависит профилактика Профилактика направлена на микрофлору Микрофлора это пища Зубной налет И плотные межзубные промежутки Ведь когда обращаются сейчас к пациенту Там обычно кариес между зубами Боковые поверхности Вот она, та истина Которая сейчас связана с микрофлорой Он и раньше развал Но меньше конечно На севере ужасные цифры Это связано с адаптацией Снижением ионно-молекулярного состояния Пришлого человека И местного И коренного тоже Но коренных, представляете, я вот назвал цифры для пришлого Это 8 зубов поражено в 12 лет В 35-44 поражено около 20 зубов А у коренного населения в 8 лет полтора зуба в среднем на одного ребенка Представляете, у вас сколько раз меньше у коренного населения? У местных Нет, у коренного Так И Значит 11 зубов в возрасте 35-44 В два раза меньше у них У взрослых Ненцев Ханты Ненцы, ханты, селькупы И коми, зыряне Зубная паста Во-первых Тюбик купили, надо один раз и выбросить На сегодня хорошая паста Он обладает четырьмя важными качествами Противомикробная Избирательная Он всю микрофлору у него уничтожает Он плохую корисогенную микрофлору уничтожает А все другие уничтожают Все микрофлоры Все виды микроорганизмов И хорошие Во рту нужны хорошие микроорганизмы Макроорганизмы без микроорганизмов жить не может Вот Вот такая ситуация Вот И еще я сейчас добавлю Значит Когда Микроорганизмы Допустим Это одно Против микроорганизмов Избирательное действие Второе Иммунокорректорное действие Третье Антиоксидантное действие И протекторное действие Вот четыре серьезных действия Другие я не рекомендую Потому что у них пять недостатков Вот большой секрет открываем И в жевательной резинке тоже Первый недостаток Микробная обсемененность Второй Дисбактериоз Третье Интоксикация Интоксикация Потому что они обладают Резоргтивным действием То есть всасыванием И действуют на весь организм И даже на почки На печень могут появлять Четвертое Это Аллергическая реакция И пятое Грибковое поражение А кандидоз Это страшно Вот мы В лес идем Собираем грибы Мы любим Это хорошо Грибы очень полезны Там много селена Помните Я сейчас только рассказал Про селен Вот Я не сказал Только где в пищевых продуктах Вам секрет открыл Вот А ваши грибы богаты Я же пищу Обследовал здесь Грибы обследовал Ягоды Вот В этой В голубике Много Фтора Да Прекрасно Нам фтор нужен Для зубов Особенно Но фтор для костной ткани Он В эмаль не идет Он поверхностно Немножко снижает Он укрепляет Костную ткань Он является Как бы Протектором Проводником Он берет за ручку Кольцо И проводит ее В костную ткань После каждого приема Пищи Надо Очищать полость Рта От Остатков Пищи От налета Вот допустим Пять раз едите Дети И чистить щетку Но это не значит Тереть так Что Там Вы можете Боростки оставить Но кариеса не будет Зуб не разрушится Целесообразно Конечно Чтобы челюсти Развивались У детей Сладости убирать Они Сладкое Не вызывает Вот вы поели Сладкое Кариеса не будет От сладкого Если вы Максимум Через полчаса Почистите зубы Ничего не будет Ешьте хоть Сто тортов А вот Диабет Будет Желудок Будет болеть Печень Будет болеть Почки Разрушаться Будут От сладкого ВОЗ считает Я представитель ВОЗ Так вот Считает Что Нужен Региональный Нужен региональный Подход Обязательно Региональный Подход Я про регионы Вам рассказал Сейчас только Есть север Вот туберкулез Надо лететь На севере Так В Омске В средней полосе По другому А на юге Иначе То есть Зубами так же И тоже Да Совершенно верно Точно Вы угадали Я вот как раз Напомню Я разработал Новые Те же Методы Которые Применяют В средней полосе Я их переделал Для севера На севере Эти методы По другому Надо применять А почему Чем они отличаются В связи с адаптацией В связи с более Слабым организмом В связи с более Слабой эмалью В связи С деструктивными Изменениями В связи с нарушениями Обмена Нарушениями Гомеостаза То есть Равновесие Обменного Равновесия В полости рта И во всем организме Я ведь еще Биохимик И эколог И организатор Здравоохранения От курения Кариус не развивается Парадон болеет Десны шатаются Кариус не развивается А какие еще факторы Могут тогда Влиять? Факторов Ооо Ну единственный Микробный фактор И загрязнение Полости рта Вот и все Ну естественно Процесс Снижения Снижения Состояния Биологического Состояния Молекулярных Основ В самом организме Это и есть Адаптация Нарушение адаптации При нарушении Адаптации Больше никаких Ну конкретно Я могу назвать И стрессорные Факторы Природы Их очень много Очень плохая вода Но сейчас вода хорошая Уже не могу Говорить что она плохая Вот Потом факторы Природные Это космические факторы Галактическое Излучение влияет Так Например Резкий перепад Температур Очень влияет Эти экстремальные Резкие перепады Давления Резкие перепады Температуры И Значит Резкие атмосферные Катаклизмы Вот эти все Кроме того Что я назвал Вот их очень много Факторов Пищевая Сторона Все Связано Обязательно Пища Ненатуральная А если натуральная То законсервирована Консерванты Это страшно Они тоже Можут способствовать Развитию кариеса Но сначала Печень страдает Но печень Это мощная Лаборатория Почки в первую очередь Надо конечно Продукты Содержащие Многоселена Грибы Первое Второе Это там Многоселена Второе Морепродукты Но не рыба Рыба это ничто Просто Кальций Фосфор Там был Вот Это морепродукты Это креветки Это Так называемый Народный Назовет трубач Это все Крабовые Конечно Овощи Чаще Хорошо Вот Ну и обязательно Соблюдать диету Такую Как положено Три раза И первое блюдо Обязательно первое блюдо Нет первого блюда Кишечник страдает Редактор субтитров А.Семкин